О, друзья! Добро пожаловать на канал Такие Дела! Сегодня мы продолжаем проходить игру After Fall. Значит, последней серией мы закончили на том, что перебили всех наших учёных, к сожалению. Вот, и теперь мы одни и хотим наконец-таки выбраться на первый уровень и устроить... Хе-хе-хе... Мужику, который нас сюда послал... Офигенный отчёт, чтобы он просто обалдел. Вот! Значит, примерно на этом мы остановились. Ну, ну, просто идти дальше. Без понятия, если честно. Мир в этой игре потрясающий. Дизайн выполнен отлично. Музыка хорошая. Надеюсь, Юзан за неё не забыли. Хе-хе... Жаль, только слабая мотивация у героев атак. Всё очень даже на уровне. Хорошо. Прыгают гады. Один, надеюсь. Мы идем нам в ту сторону. Штука подозрения. Ну-ка, мачи, гады! Ещё можем удар сделать. И прикончить засранца. Хе-хе-хе-хе-хе... Эти добивания. Меня просто добивают. Так, это круто. Значит, куда нам нужно двигаться дальше? Куда-то вроде вот сюда. Хотя мы здесь были. С нашим учёным-то. Нет, мы здесь враги, значит нам сюда. Логично, не правда ли? Давай. Оп! Ну, в принципе, враги ведут себя достаточно адекватно. После удара они купят. Ну, какой нормальный монстр будет вести себя по-другому. После того, как по нему резанут топором. Там любой ошарашит. Хотя, наверное, можно потом войти в раж. Хе-хе-хе. Непонятно. Ну, ладно. Никогда не рубил никого топором, к сожалению. Или к счастью. Хе-хе. Вот. Чёрт. Я надеялся, всего одного раза хватит просканировать нас. Забавный переход между уровнем сделан. То есть почти не замечаешь. Так, выходим сюда. Что у нас здесь? Здесь мы уже были. Ходили сюда с нашим учёным. Там уровень воды. Понижали. Токсичный. Ну, видите, мы с топором уже более-менее так справляемся. Опыт есть. Ну, в общем, только не с топором. С другими оружиями как-то не сополучается. Ну, так себе. Давай, добивай этого гада. Маленькая фаталити. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ладно. Вроде бы нам снова сюда. Жаль, что мы не смогли спасти ни одного учёного. Обидно за них. Так глупо умереть. Ведь там тварюга, вроде бы, была не лучше, чем вот это. Ничем. И они не особо сильны. Хотя мы играем на высоком уровне сложности. Я даже не понимаю, чем он, наверное, отличается от невысокого. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Это классно. Ладно. Пока ж не разговаривался и тяжеловато. Ладно. Ничего страшного. Будет, мы выдержим и всё переживём. О, человек. Какого чёрта? Опять этот доходяга. Это тот самый парень, который... Видимо, это тот самый парень, что устроил заражение всеместно. Да, чёрт его знает. Или у нашего героя прихода. Мы знаем, что такое быть может. То есть, он не хочет никогда пойти. Больно, когда жарит, я понимаю. Видимо, через огонь нам не судьба пройти. В принципе, это хорошо. Такой небольшой обход, да? Ну, парень уже убежал. Не думаю, что хороший вариант за ним идти. Тем более, он с пистолетом. Правда, у нас есть автомат. Но я не уверен, что мы... Такой уж супер-пупер-боец, который... Без каких-либо проблем... Сможет уничтожить... Парк противника. Маленький. Вот это. Ладно, мы что-то перекрыли. Теперь мы видим. Вот это надо использовать. Я вообще не понимаю, что делать, на самом деле. Это странно достаточно. Так, это не то, что я хотел. Здесь можно просто перелезать. И ради этого сюда прошли. Видимо, чтобы вот так обойти. Понятно. Такие необоснованные лабиринты. Всего лишь можно было перелезть через перила. Но, видимо, это не крутой расклад и вариант. Так что... Так, зачем вообще пытаюсь следовать за этим парнем? Лучше я буду идти своим путем. Хотя наверняка он побежал на первый уровень. Так, вот тут мы дверь открыли. Это то самое место, где мы были во второй серии. Рация. Я не знаю, кто именно, но кто-то точно вредит на втором уровне. Почти все элементы установки дают сбои. Я слышу взрывы и хлопки. Не уверен, правда, что именно мне положено это расследовать. Минуточку. Кто-то идет. Нет, это не то самое место, к сожалению. А я наделся. Так, я хотел сеть патроны, а не фомочка. Давай, зад берет опор. Он, по-моему, получше будет, нежели все остальное. Жаль, это не то самое место. Оказывается, мы на втором уровне. Видимо, есть еще ниже уровня. Ну, мне так кажется. Хотя, возможно, их всего лишь два. Не знаю. Будем надеяться, что игра не кончится так быстро, как я предполагаю. Потому что иначе было бы немного печально. Достаточно интересно все здесь происходящее. Мир хороший, мне нравятся эти разрушения. Все красиво сделано, приятно смотреть. Хорошо, когда в игре приятная картинка. Даже дело не в графике, а именно в дизайне. Так, ну-ка, фонарик на пятерочку. Так нам будет лучше видно. Тут вроде ничего нет. Мусор, бред, прям разбросано. Что у нас здесь? Здесь уже достаточно светло. За собой дверку пытаемся зак... Что-то недалеко этот парень ушел. По-моему, самый лучший вариант это... Нет! Нет, друг, не надо! Ну, что ногу сломать? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! о боже парень парень ну всякое бывает жизнь и тут конечно ничего не скажет зачем полез ученый вроде не необоснованного оборудования настоящий лабиринт я понимаю что он почти все выяснил Марчин говорил этот сектор заброшен, не мудрено надо связаться с властями черт нас снова отобрали оружие плохо дело верните мне мой топор о, заметочки загадочная записка на второй отчет хотя большинство субъектов по прежнему погибает в опасных условиях эта пятерка подает надежды вопреки очевидным недостаткам я рекомендую подготовить их к следующему этапу эксперимента думаю не стоит напоминать какова цена нашего успеха следующий этап должен как можно точнее передавать состояние настоящей враждебной среды включая опасных существ и тяжелые условия за вычетом радиации ее мы оставим до последнего этапа эксперимента понятно мне бы топорик по-хорошему оператор не отвечает но я помню код арека черт он не что за чертовщина опа зараза распространилась может связаться с марчином нет ответа но в его квартиру можно попасть через инженерный сектор черт теперь зараза еще на первом секторе теперь что так же надеюсь что мы выберемся на поверхность как я люблю просто политические миры вы бы знали вау стимпанк мне тоже нравится хахахахаха вот огромный ключ надо его подобрать что страх там страх ххх страшно ты че стал тебе резко Ключ не можешь взять? Не можешь. Может, пистолет. Автомат отобрали, гад. Парень, конечно, такой. Как упадет, так все потеряет. Блин, чертовски крутой уровень. Не знаю почему, напомнила мне Silent Hill. Крепит. Вот это я понимаю. Бери эту штукинь. Я думаю, с ней будет полегче и получше. Топор тоже еще лучше. Да? Топор теперь есть. Хорошо. Назад мы вернуться не можем, к несчастью. Труба у нас здесь есть, а здесь у нас патрончики, судя по всему. Да? Нет? Кот закрыт? Не дашь? Ну, не дашь, так не дашь патрончики. Я бы с автомата пострелял, на самом деле. Жаль, что у нас оружие иногда отнимают. Это очень обидно. Могли бы не отнимывать. Сейчас пойдем дальше. Посмотрим, как же это все они обоснуют, то, что заражение теперь на первом уровне. Наверняка просто починили вентиляцию, и зараза начала распространяться. Тихо, что-то скрипит. Тихо, 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 тихо. Спокойно. Мы не дорогимся никуда. Что такое? Что взрывается? Топот. С той стороны. От нас. Спокойно. Идем. Расследуем. Осматриваем. Их двое. Двое. С двумя можем правиться. Оп, есть. Одного из них мы должны уже прикончить. Лок. Хоть они одновременно нападают. И урона не так много сносят, сколько могли. Так, давай, добивай его. Оп. А ты так спокойно смотрит. Да, ух ты как. Хе-хе. Что нравится? Давай. Хе-хе-хе. Давай, руби их. Черт. Сил не хватило на последний удар. Снесли ему голову к чертям просто. Ладно. Идем дальше. Спокойно. Эти парни вроде точно мертвы. Мы обоим отрубили головы. Ну, вряд ли они без них смогут что-либо сделать. Это не Dead Space какой-то. Хе-хе-хе. Вода. Кстати, красиво капает вода. Течет. Так, тут у нас что-то неясное. Тяжело. Тяжело, господи. Не хочется трогать все это дело, потому что включено. Ну, пусть будет включено. Ну, не можем как-то обойти. Вроде не можем. Почему? Потому что он скрежет. Остановим что-нибудь. Вот эти огромные шестеренки просто размозжат нас. Она вылетит одна и все. Снова этот дурацкий переход. Ну, это локация была крутая, чертовски крутая. Хе-хе. Так, ладно. Интересно, что теперь нам. Ну, вот и тут. Спокойно. Не торопимся. Иди, другой топор. Можно, конечно, поострее топор взять. Отступай. Лак хоть наш. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Упал, надо давить. Ну, вроде. Теперь точно не выживет. Идем дальше. Бочки разорваны. Кто-то их взорвал. Как же все красиво сделано. Я прям в восторге. Что-то у нас светится. А, панелька. Понятно. Идем дальше. Даже интересно, что игра нам подарит. Кто-то кричит. Да ты дурак! Шальной призрак побежал в огонь. Тут можно только добить топором. Лучшего расклада, как ему помочь, я даже не представляю. Возможно, он от кого-то бежал. Не просто так. Ну, наверняка мы сможем здесь обойти, а тот дурак не догадался. Хотя нет, видимо, не мог. Мы могли бы хотя бы попытаться поползти. Это звук сварка? Мне казалось, труба протекает. Нет? Эй, ты! Ё-моё. Ты кто такой? Что, дурак, что ли? Это человек. Зачем нам бить человека? Он тоже агрессивный. На фиг на все он нам урона наносит. Да блокируй-то атаку-то. В общем, понятно. Кто жирный парень? Блокируй. Вирус и сюда проник? Он успел заварить дверь. Придется идти в обход. Но есть проблема. Какой-то очень больной парень. Чего это он решил напасть на нас? Что это у нас? Заметочка. Люблю заметочки. Записка сварщика. Работает в служебном коридоре за кабинетом полковника, который ведет бог знает куда. Да, я услышал детские голоса. Клянусь, дети не из убежища. Потому что сюда бы они точно не добрались. Ведь я охраняю проход, да? Ха-ха-ха. У меня едет крыша. Надеюсь, что нет. Неохота идти к такаю и выкладывать... ...выходы и выходы, пока не получат, не починят вентиляцию. Странная просьба. Ха-ха-ха-ха. Ой, как прикалывает. А зачем он у нас напал? Ну, ладно. Или я на него напал. Не знаю. Значит, дверь он заварил. Фигово. Ну, у него же наверняка есть сварочный аппарат. Почему нельзя разварить дверь? Ха-ха-ха. Тихо, тихо, тихо. Шипоточки, слышите? Такой, это больные со всем с ума сошли. Шепчет по углам. Ну, это у нас в голове. так и есть был не один друг еще кого-то прикончил так как мы повернули включили и вот это врачом нужно сделать из красных лампочек зеленые лампочки это принцип по жизни все лампочки должны быть зеленые только тогда можно чего-то добиться бежим сюда куда-нибудь тут у нас все то же самое дверь заварена бежать туда то есть мы уже на первом уровне а вот видим это творит парень который забежал вагоне тихо 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 спокойно парень просто не волнуйся все хорошо так как и бить куда зря неспокойно иди дальше что у тебя стресс стресс то поднимается что ты нервничаешь не нравится такие поршни как это еще один топор давайте поострее топор возьмем за тот уже ступил собрал об врагов на и тем более мы им фигачили по стенам наверняка уже не острый острый то будет немного получше в чем уровень стресса поднят у нашего игрока у нас все хорошо но спокойно двигаемся уверенно дальше все мы в лифте отлично теперь мы пойдем на первый уровень даже интересно что же нас там ждет нет питания заперто нет питания что все как всегда ну и чё плохо дело мы все равно отправились выше спокойствие только спокойствие сейчас она выберется сверху прямо на нас валятся по закону жанра и мы всего про вещи видим кто там кушал на крыше лифта ищет до сих пор быстрее выбираться отсюда ворота убежища переживаю верхность почти сразу за ними да я туда фонарик можно выключить здесь достаточно светло патроны не дают смотрю на ворота убежища и все думаю мог кто-нибудь предугадать что так выйдет понимал ли это я первые случаи синдрома изоляции были описаны задолго до войны они возникали редко и их не воспринимали всерьез тогда люди еще не верили в ядерный апокалипсис потому и игнорировали синдром никто не подозревал что в убежище он будет распространяться подобно чуме мы оказались не готовы если бы я знал раньше мысли заразны в оборонные программы в буха на миллионы но никто даже не задумался моя работа была бы куда проще окажись в убежище автомата по продаже лекарства синдрома вместо этого мы имеем дело с неизвестной субстанцией усиливающей симптомы массового психоза хватило одного безумца чтобы превратить убежище в дурдом хотел бы я его изучить квартира марчина должна быть где-то здесь на техническом уровне надо его проведать не хочешь к воротам открыть там есть коммуникатор я смогу связаться с полковником чертовски крутые ворота ну давай пойдем к полковнику твоему узнавать что это как здесь произошло помимо всего того что мы видели где здесь может быть квартира вот тут откуда мы пришли и там все переключатели сломаны может конечно сюда куда-нибудь в другую сторону пытаться выйти конечно разница небольшая но мало ли так никуда сюда мы залезть не можем и что-то я чувствую мы в тупике я бы пролезка ворота потрогал бы люблю такие массивные штуки всего лишь ворота столько металла на них даже удивительно ну так все же куда нужно идти судя по тому что бочка посвечивается грузовик исчез грузовик исчез где-то грузовик 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 в банк грузовик в банке ах это была обычная . не взрывающиеся возможно грузовик что-то здесь да так сил не хватает делай свой супер-пупер удар а вот с парнем разберемся да блокируй блокируй а теперь бей ну с ним гораздо проще с парнями которые комбо не прекращают делать страшный мутант а кто у вас общество здравоохранительство сми на поле кто то что папочка кто твоя папочка он так здесь нужно пробежать машина рванет еще тут за поворотом ничего нет все там собраться не можем как всегда проходы всяких дорастских штуки я даже не подумал взорвать что за счет это он успеть взорвать ту бочку что-то у парня гроху любит пошуметь я бы не стал бы грузовик вот так разгонять потому что шанс что повернет именно сюда был крайне мал я бы скорее перелез бы люблю качать ловкость так видимо нам вот сюда вот к этой панельки включаем ее быстро нажмите ей я нажимаю быстрее тут эта штука взялся штука взялся не дотягивайся не дотягивайся а ну сейчас грохнет давай монстр валием убил все молодец теперь сюда к этой панельке нажимаем нажимаем здесь достаточно чтобы нужно подниматься и по ней могли пройтись а ты тут откуда кто тебя прислал не не няшненькая изуродованная хрень а а а а а а а а а так тут мы все должны пройти вот по этой штуке но как-то страшновато под этой машины пробегать не знаю как вам а мне лично страшно нет 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 поди спидни сейчас как рухнет и все кто знает что с этой системой в порядке они в порядке прочь так нам нужна квартира этого парня я не знаю на куражом мы занимаемся всякой дуре так это панель у нас что тут на панели нарисована как это пятно не знаю извращенец это придумал пятна на панели зачем так патрончики нас награждают за внимательность но отнимают оружие между уровнями день я сюда мы не можем залезть что у нас камазик что ли урал да наверняка это урал какой-нибудь обожаю урала ты чё надо сделать с этой машинкой и нам надо как-то на этот мостик где мы судя по всему забраться да как мы это можем сделать как-то там нам надо перейти это все дело вопрос как туда попасть назад что ли хотите возвращаться из вращуги вот из вращуги прийти сюда натворить всякую хрень контейнеры раздвинуть уралом и что это не так а мазик какой-то нет урал все-таки чертовски похож на урал не знаю кто знает точно пишите это будет интересно почитать что это так и в итоге мы в тупике 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 и я не знаю куда нужно идти ну ладно мы разберемся мы люди бывалая так задыхаешься это у нас какой-то астматик по моему это ты чё надо так покой все хорошо чертской панельки подойдем да нет тут все нормально монстры пришли оттуда давайте идти туда видим это логичный вывод и правда ли включи фонари откуда не вообще выбрались откуда отсюда выбрались не знаю как ты не уследил хоть залезть по нему пролезть ну там не знаю как туда браться правда правда не знаю ладно судя по всему делать что вот здесь под этой машиной чего я крайне бы не хотел да тут проход ну все понятно хорошо ну вот так и знал я так и знал и вот вообще были статью иди к себе туда во откуда пришел я твоих таких уже перемочил тысячу я тренировался во снах там было и страшнее руби ему той что вылезла твой от латашина побеситься так ну собственно мы наверное пришли к завершению этой серии не знаю на такой достаточно красивой ноте надо бы нам завершать ну что ж друзья спасибо что были со мной подписывайтесь ставьте лайки до новых встреч такие дела